Крым всегда это потерянная жемчужина была для России. Какие-то любители алкоголя за столом, под столом договорились, бухали и подарили друг другу. Такие жесты в России только могут быть, что я сидел и в кайф был и брат мой, я тебе дарю Крым. Это жемчужина российская. Куда кому ты даришь? Люди, которые жили в Крыму, я там много снимал в свое время, они всегда говорили, заберите нас в Россию, заберите нас в Россию. Это даже было в то время, когда Федор Бондарчук снимал остров, я туда приезжал. У нас есть своя совершенно понятная нам правда, там живут русские люди, что всегда Крым был наш, что они проголосовали и хотят быть русскими. Я сам в Крыму был, вот ехал, у нас там есть какой-то свой даже бизнес, ехал там водитель, мне говорит, а чего они там, водитель, который местный житель имеется в виду в Крыму, а чего они там за нас решают, мы же здесь живем, у них вот есть такое, это вот как бы изнутри, то есть то, что я сам вижу, мне интересно, а вот они что-то. Меня вдохновила реакция местного населения, я видел этот восторг, эти глаза, полный слез ветеранов и, так сказать, матерей многодетных и прочих. И это была эйфория, конечно. Да, сейчас надо работать. Я думаю, что много трудностей, много опасностей есть для Крыма. Я думаю, что уж то, что в Крыму будет все в порядке. Будет обязательно, потому что Россия и Крым не просто не бросит. Теперь это часть ее, историческая часть.